Почему я пахаю, как бы человек спрашивает, почему я пахаю, но результата нет? Неужели он придет, но его надо подождать? Вот он пашет, как бы, но результата нет, он говорит. Неужели подождать нужно, говорит? Человек отчаивает, говорит, я пашу, говорит, но ничего нет. Смотрите, опять же, мы будем ссылаться на Коран, на хадис, правильно? Потому что если я скажу свое мнение, люди скажут, ты человек, ты так думаешь, я так думаю, это твое мнение, твое мнение. Мнение, оно обманчивое у кого-то, правильное у кого-то. Посланник Аллах, саллаху алейхи салям, что сказал? Пророк, саллаху алейхи салям, говорит, у вас должна быть цель, у вас должна быть цель, поистине вы не перестанете, вы не будете надоедать Аллаху, пока вам не надоест самим. То есть, Субханаллах, вот как ты руки опустил, надоело, вот тогда Аллах тебе не будет помогать. Поэтому Пророк Мухаммад, саллаху алейхи салям, сказал, как бы, цель, иди к ней, иди к ней, иди к ней постепенно. Не получилось, еще раз делай, не получилось. То есть, постепенно он когда-то придет, это раз. Второе, мы должны иногда гонимся и думаем, что мы, от нас все зависит. Мы берем причины, Аллах, саллаху алейхи салям, дает риск. Пророк Мухаммад, саллаху алейхи салям, вот этот хадис, который должен успокоить те души, те тела, которые гонятся, так гонятся за уделом земным, то, что оставляют обязательные вещи, которые Всевышний приказал им. Посланник Аллаху, саллаху алейхи салям, что сказал, «Ва лянна», «Лян» частичка «Лян», «никогда-никогда», «Ва лян тамута нафс», «Ни в коем случае не умрет ни одна душа», «Пока полностью не заберешь свой риск», «Пока полностью не заберешь свой дел», «До самой маленькой копейки». Поэтому, Субханалу, вот сколько предопределено, ты столько заберешь. Перед тобой будет лежать миллионный долларов, не предопределил тебе все, ты не сможешь оттуда один доллар забросить. Но при этом мы должны знать, что Аллах предопределил удел, и поэтому мы должны знать, что мы должны стараться делать от себя все зависящиеся, и тогда Аллах, Субханалу, даст нам. Один раз во время Умра бель-Хаттаба один человек сидел в мечети и только поклонялся Аллаху, и ничего не сделал. У него была семья, и Умр, Раду Аллаху Ану, зашел к нему и сказал, почему? Еще сказано, «Джар-Раху», взял его за шкирку. То есть он думает, что я делаю дуа, молюсь в мечети, Аллаху меня даст. «Джар-Раху, Умр, фа-кал, иди и работай, поистине небеса, дождь, ни золото, ни серебро не дают». Поэтому мы должны брать причины, иногда братья говорят, сделать причину, это неправильная формулировка, потому что Аллах даже и создает причины, а мы просто берем. Мы не делаем причины, мы берем причины, которые Аллах для нас создает, идем, стараемся, а Аллах дает резко, иншалам. Поэтому это такой раскрытый ответ в двух словах, иншалам, стучи, 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 когда ты пробьешь, иншалам, и получишь то, что тебе предупредило. Так что продолжай стараться, надейся на Аллаха, и у тебя все получится, и в один момент тебе придет. И, Асхат, вот, например, тебе кажется, что было бы лучше, если бы сейчас у тебя было, но Аллах ведь на самом деле лучше знает. Было бы это лучше для тебя или не было, правильно? Вот, возможно, если бы сейчас у него были бы деньги, он, возможно, неправильно их расходовал бы, во вредстве. Конечно, конечно. В хадисе про Мухаммаз, Слово «если вы», открывай дверь шайтана. Поэтому Аллах в Коране говорит, что-то вам не нравится, но это лучше для вас. Что-то вы любите, это хуже для вас. Только Аллах знает, а вы не знаете. Поэтому иногда нам кажется, что это лучше, но это хуже для нас. Поэтому, Субханаллах, Аллах, Субханаллах, сам знает лучше, когда кому-то. Бывает, Аллах, Субханаллах, кому-то дает из-за своей милости, не дает из-за своей милости по отношению к нему, потому что знает, сколько людей, брат мой любимый, просили у Аллаха должность, Субханаллах, в мечети намаз читали, и когда Аллах давал им эту должность, они уже перестали ходить в мечеть. Сколько людей? Очень много. Поэтому Аллах, Субханаллах, лучше знает, когда кому что, кто кому дать. Если человек искренен перед Всевышним, делает халяльным путем, идет к своей цели и полагается сердцем на Всевышнего, Аллах, Субханаллах, если ему даст, и милость Аллаха. Если ему Аллах не дал, то тоже и свои милости Аллах, Субханаллах, ему не дал. Из-за любви, потому что... Продолжай, продолжай пахать, благодаря Аллаху, будь благодарен Аллаху, и жди, иншаллах, у тебя все получится, все будет, и придет это в тот самый момент, когда ты сможешь наилучшим образом это рассудовать. Можно добавить, дорогой брат, вот к этому как раз вопросу. Из-за практики видишь, что человек, когда не получается, у человека что-то сделать, он бросает и переходит на другую, что-то, потом не получает, чуть-чуть отбросает, и в итоге ничего не получается. Поэтому вот, если ты примерно определился, в чем ты себя видишь, то не нужно это менять постоянно одно на другое, одно на другое. Возьми, иди и стучи в это ничего, а по этой цели ты добьешь ничего. Поэтому. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...